Друзья, рассказываю новости по поводу моей царапины на тачке. С той стороны, да, лучше? Я сходил в управляющую компанию сегодня с утра. У них в итоге нет доступа к камере, которая висит практически напротив парковки. Дальше я стал разбираться, где же вообще этот доступ получить. Нашел сайт, какой-то безопасный город, безопасный двор. Подал туда заявку на доступ к этой камере. В итоге ее отклонили, потому что я не собственник помещения этого дома. Когда я звонил в поддержку, говорю, я с соседями. Ну и, короче, пофиг. Потом я пошел по дому и стал спрашивать у жильцов, у кого есть доступ к камере. Никто ничего не знает. Увидел на втором этаже камеру. Там общедомовая, и у кого-то на окне своя собственная. Постучался в дверь, открыл мужик, такой говорит, вы по камере? Ну, видимо, они первый раз к нему обращаются. Говорю, да. В итоге он у своей жены спросил, как получить доступ. Его жена вот недавно, совсем час назад, не написала. И дала контакт человека, который сможет посмотреть архив. Камера, на всякий случай, вот я успокоился, пишет 7 дней. Поэтому я найду этого, блин, правонарушителя. Самое главное, чтобы у нее был широкий угол обзора, чтобы туда все попало. Очень хочется наказать. Так делать нельзя. Минимум 50 тысяч рублей я попал. Вот она камера. Вот, смотри. Может навести. Поэтому будем ждать. Ну, а сейчас мы с Катюхой едем кататься, попьем кофейку и твоей сестре купим подарок. Надеюсь, что... Кое-как почистил все это дело. Ну, тут глубокие, конечно. Вон, до грунта. Катюшка у меня в обновках. Вчера ходила с подружкой в ПЦ. Катюшка, купила себе штаны, карго, топик, еще там всякое разное. Отвела душеньку вчера? Да. Мне вчера после торгового центра подошел какой-то подросток. Телефончик спросил? Нет. Прям дым огромный, но видно, что подросток. И встречи, Сима, спрашивает. Что за часы? Я говорю, ну это было в очередь. Вроде последние. Я не помню. Ну, я просто не помню название. Ну, это восьмые. Вроде последние. Вот он спрашивает. Последние восьмые. Я говорю, ну, значит, восьмые. И он говорит, не верю. Восьмые по-другому выглядят. Это не восьмые. Я говорю, ну, как вы скажете. Ну, все. В принципе, я ушел. Не верю. Не верю. А как они иначе выглядят? Я не знаю. Не верю. Может, он перепутал с прошками? Не знаю. А, он сначала спросил, это СЕ. Я говорю, нет, это не СЕ. СЕ меньше вроде бы. Подошел, оба сразу часы выглядят. Я не верю и ушел. Здрасте. Я пришел с покупочками. Купил свет себе. Это на камеру. Дешевский, китайский. Для того, чтобы мы вечером могли что-то снимать. Это первое. Это Юля на день рождения. Плюс ей подарим сертификат золотой яблок. Ну, просто денежка, да. Я думаю, она будет рада. Почему ее взяли? Мы, когда ездили в Брянск, нам для репетиций танца Юля дала свою колонку какую-то, я не знаю, такую компанию, какой-то но-нейм. И мы решили просто взять качественно, хорошую. А это нам семью. Катюк, смотри. Взял все-таки. Да. Ой, будем пробовать. Ну и мама сможет пользоваться, и мы. А то у нас окна, ну, их невозможно все перемыть. Это тяжело. А так запустим и все, все сам сделает. Да, я рада. Это тебе. Спасибо. Ой, какой он тяжелый. Пользуйся. Я еще не доела. Аккуратно. Положишь назад? Ну да, тяжелый немного. Ну, это можно здесь оставить. Даже домой не тащить. Я думаю, она будет довольна. У нее из подарков торт заказной. Да, очень вкусно, как у нас на свадьбе был. И вкусный, и с точки зрения юмора. Классный. Да, дизайн выбирали. Ну, ты потом у себя во влоге покажешь. Да. Это колонка и сертификат золотой яблок. Ну, мы просто денежку, да. Она уже что хочет, купит сама. Но я думаю, что ей было бы прикольно что-нибудь в золотом яблоке, себе какие-нибудь косметические штучки. То есть у нее сладкое для девочки. И вот это, опять же, для дома. Куда-то на природу пойдут с Костиком. Костик можете на велик поставить и слушать синий транспорт. Хорошая идея. Надо предложить ей. Ну, это себе. Чисто просто для того, чтобы иногда в ночное время хорошо было видно. Не знаю, насколько она хорошо встретится. Я у себя в Телеграм-канале выложила пост с опросом, когда мне показывать свой образ. Сейчас или когда придут все материалы от фотографов и видеографов. Мне кажется, сейчас все проголосуют. Давай, допустим. Я за второе буду. Нет, понятно. 82% голосуют сейчас. Я просто думаю, я могу выложить рилсы с девичника моего перевоплощения. Да я сам хочу выложить, ты мне не разрешаешь. Нет, я тот видос пока не надо выкладывать, я все жду от. Да хотя бы фотографии или видео вставить, что-то чуть-чуть показать, так сполирнуть. А ты все равно не разрешаешь. Да. Вот такая у меня, хоть как засранка. Такой красивый у тебя образ. Нравится все-таки топ. Брат, сисечки так и не имеются. Очень и не имеются. Сейчас все так ходят. Чего скрывать, скажи? А если без трусов будут ходить? Мне так нравится этот свет. В комнате полная темнота, не слепит. Я вот сейчас снимаю на широкий угол, и картинка очень даже клевая. Это не максимальная мощность, и можно регулировать температуру света. Очень кайфово. Сейчас попробую еще вам тут показать, как в комнате это все выглядит. Поярче, более желтый свет. Причем он очень маленький. Вот такой малыш. Не знаю, насколько его хватает, но там внутренняя батарейка на 2200. По идее, надолго должно хватать, более это не полная мощность. Наверное, уже поняли, что я буду часто использовать этот свет, потому что он очень легкий, яркий, удобный. А от монитора и лампы, которая стоит за ним, света в комнате не очень много. Плюс у меня сам монитор светит примерно на 60% от максимальной мощности, потому что иначе у меня убиваются глаза. Мне это не сильно нравится. Зачем я включил камеру? Чтобы вам рассказать, наконец-то я получил доступ к камере. И сейчас сижу, пересматриваю видосы. Не знаю, получится у меня сегодня найти правонарушителя, или завтра я буду этим заниматься, потому что тут архив за 7 дней. Мне надо отсмотреть, ну, примерно 2 дня. Это непросто. Если бы тут стоял какой-нибудь датчик специальный, который слышит удары и т.д. и т.п. И фиксирует все это на таймлайне, было бы, конечно, сильно попроще. А так, это, конечно, мука. Ну вот я сейчас смотрю, не знаю, будет видно или нет. Ночь, 15 число. Где фокус? Фокус, фокус, телепокус. Да, я думаю, вы увидели. Но я буду держать вас в курсе, и надеюсь, у меня все получится. Поэтому пожелайте мне удачи. Сейчас в качестве теста ставил этот свет Катюхи на маленькую Соньку. Она повертела и говорит, блин, хочу такой же. В итоге зашел на онлайн трейд, а его нет в наличии. Хотя, когда я заказывал, было больше 10 штук. И заодно посмотрите, как он называется. Но я думаю, не страшно. Либо появится еще раз, либо где-то на Алике его найду. Теперь у меня как принцесса выглядит. Буду показывать домашний быт. Катя приготовила мясо по-французски гречку. А вот это устройство, которое мы вчера купили. Подробный рассказ будет у тебя на канале. Так предварительно хорошо он все делает, работает. Мне нравится. А самое главное без геморроя, да? Страшно будет, когда снаружи он будет работать. Нет, это понятно. Но все равно немножечко страшно будет. Да он крепко делает. Не, ну чисто, чисто. Вот так визуально вижу. Хорошо прям. Там еще мясо осталось. Не, ну мне три куска хватит. Приятного аппетита, кто вместе с нами. Мы сейчас поедим. Я чуть еще поработаю и уже поедем в Брянск. Ну, ребят, вот дождемся. Я маме скинула адрес. Они в три часа освобождаются и из Царицына поедут к нам. А, окей. Ну, в пяти приедут. Примерно, да. Я могу их у метро просто забрать, чтобы они сюда не берут. Тогда в четыре с чем-то можем уже из метро забрать. Эх, ребятки, пока печаль. Не получается у меня найти правонарушителя. Я через приложение посмотрел примерно 12 часов видео. Делаю это на ускоренные перемотки, естественно. Потому что мне надо отсмотреть двое суток. Но я буду продолжать пытаться. Там на самом деле очень тяжело это делать. Потому что вокруг тачки постоянно кто-то проезжает. Я нажимаю на паузу. Пересматриваю. В итоге никого не нахожу. Иду дальше смотреть. И вот так это, конечно, отнимает очень большое количество времени. Но я буду держать вас в курсе. Получится, не получится. Сегодня вечерком еще посмотрю видос. Не знаю, как по силам у меня выйдет. Сколько именно материала я отсмотрю. Потому что мы через полчаса выходим из дома. И едем в Брянск. Мы об этом говорили. Ну, в общем, пока такие новости. Не получается. В целом погода у нас тут немножко испортилась. Прошел дождь. Но я надеюсь, дальше его не будет. Потому что дорога в Брянск это все-таки 400 километров. А когда дожди, вы сами знаете, дорога становится гораздо медленнее. В целом тут сидел, еще немножко монтировал. Как раз вот этот видос. Все. В общем, мы поедем. А остальную часть я уже допишу, когда вернемся. Потому что сейчас я камеру эту не беру с собой в Брянск. И все будет записывать Катюха. Мы вернулись в Москву. Сейчас очень яркое солнце. Поэтому буду щуриться. В общем, в Брянск, как мы съездили, можете посмотреть у Кати. На канале. Я, правда, не знаю, когда она это все выложит. Получилась очень классная душевная поездка. И помимо дня рождения мы еще заехали к бабушке. Что я стою у багажника? Что вам показать? Нам снова подарили тут разных вкусностей. Смотрите. Огуречки, там помидорки, лечо. А самое главное нам бабушка дала, вот тут в пакете лежат, свежие яблоки. И сейчас непередаваемый аромат в машине стоит. Вкусных яблок. Потому что сейчас в основном в магазинах продается мафталиновое говно, которое не имеет ни вкуса, ни запаха. Я прям обалдел, когда сел в машину. А сейчас у меня задача. Я поеду в Авито Иксмейл. Там приехала машинка, которую я заказывал для Темика за полторы тысячи рублей. И если я сегодня не заберу, то она уйдет в зрительский зал. Поэтому надо это сделать. Сейчас у меня промежуток, перерыв в работе. И вместо обеда я просто доеду и заберу эту посылочку. Вот. А вечерком, может быть, сгоняю Медведкова. Мне надо постричься. С мамкой обнимусь. Ну, не знаю. Посмотрим. Все будет зависеть от пробок. А Катюха сегодня едет на встречу с девчонками. У нее там какая-то своя движуха. Сегодня вечером я один. А по поводу просмотра видео с камеры наружного наблюдения у меня так и не получилось найти злоумышленника. У меня есть уже гипотеза, что поцарапали мне ее машины. В тот момент, когда я ее ставил вон там, возле забора. А там ни одной камеры. Ну, короче, блин, меня очень расстраивает. Потому что, повторюсь, две детали красят полностью. Это 50 тысяч. Ну, может быть, буду искать какой-то локальный ремонт. Потому что это все выглядит некрасиво. Ну, и обидно, конечно, когда вот так вот люди поступают. Опять же, я в радиорежим перехожу. Сейчас уже, конечно, отпустило меня. Но, в целом, все равно неприятная история. Забрал посылку. Давайте ее распакуем и посмотрим на машинку, которую заказал Темыч. Мне самого безумно интересно. Все, она рядом. О, прикольная, кстати. Toyota Apex Twin Cam 1.6 или 16. Вот такая. У нее поднимаются фары, они светятся. Не знаю, есть ли тут батарейки. Попробую рубить. Нет. Они либо севшие, либо их нет. Ну, ладно, если что, я ему вставлю. Вот такая красотка. Открываются двери. Что тут еще? Вот. Вот такая штучка. Ему понравилось. Интересно, как? А, вот. Да, они закрываются. Только не знаю, каким образом. Главное, чтобы не сломать. Вот такая приколдесина. Все. Надеюсь, Темыч будет рад. Вставил батарейки для того, чтобы вам заценить, как тут все светится. Ну, прикольно. Единственное, до сих пор не знаю, как фары складываются. Но это пусть Темыч разбирается. Потому что, если я сломаю, он потом будет ныть. Ну, по-моему, прикольно. Даже на полку поставить, для того, чтобы она светилась, как ночник. Вполне себе. Ну, и продолжим автотематику. Я почитал ваши комментарии, касаемо лобовухи. Вы там предлагаете все-таки восстановить его. Но, ребят, поверьте, оно затертое просто до дыр. Плюс там два камня прилетело. И в какой-то момент это все может расползтись. И гарантию на такой ремонт никто не даст. Блин, не знаю, как на камеру показать. Когда светит солнце, ну, там просто ужас. Вот с нами вчера ребята ехали. Ну, это вы у Катюхи потом во влоге посмотрите. Они даже спрашивают, а что у тебя так на лобовухе так херово все видно. Вот, поэтому заменю и буду пользоваться новым стеклом. Ну, и, наверное, буду закругляться с влогом. Единственное, хочется добавить, что сейчас начал заниматься микрофончиками, которые мы купили несколько влогов назад. Это вот такие роудовские Wireless GO 2. Хочу попробовать позаписывать на них видосы, потому что мы очень часто с Катюшей катаемся на тачке, прицепим их куда-нибудь на шнурок, и будет отличный звук. Потому что я, конечно, понимаю, когда мы записываем машине, там очень шумно. Поэтому вы все услышите после того, как я разберусь, как это все работает. Там надо прошивки обновить, ну и в целом разобраться, как это все дело подключается. У меня никогда не было беспроводных микрофонов. Все, ребят, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, и встретимся в следующем влоге.